здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий сегодня вот только что мне поступила новая инвестиционная идея от открытия брокер сейчас я хочу с вами поделиться ею она пришла мне на почту потому что но я подписан на новости вот делюсь так смотрите покупка акций cme group 7 и это тикер с горизонтом 12 месяцев по текущей цене 170 целых 14 сотых доллара за штуку с таргетом 191 за акцию вот дата публикации 18 марта то есть сегодня рекомендация открывать так давайте читаем обоснование идеи значит да торговые операции cme group а о фондовый рынок global фондовый рынок сша это американские акции вот соответственно обоснование идеи cme group incorporated одна из ведущих биржевых и клиринговых компаний то есть это типа московской биржи только американской вот группа была образована группа компании была образована путем слияния бирж чикаго и нью-йорка состав группы входят чикагская товарная биржа чикагская товарная палата нью-йоркская товарная биржа cme group предоставляет продукты по всем классам активов включая фьючерсы и опционы на процентные ставки индексы акций курсы валют сырье и тому подобное компания предоставляет электронную торговлю по всему миру через cme globex платформу то есть у них своя платформа торговая вот дополнительно к этому компании предоставляют информационные услуги такие как котировки в реальном времени отчеты по рынку и разнообразные исторические данные инвестиционная идея в чем заключается финансовые рынки сталкиваются с растущей долей неопределенности это было хорошо заметно на протяжении 2018 года когда рынок устанавливал рекорды по волатильности то есть рынок начинает вот так вот колебаться что это такое это значит рай для трейдеров трейдеры начинают торговать трейдеры начинают покупать продавать покупать продавать чаще намного потому что там можно много заработать где они покупают продают на бирже биржа с этого имеет комиссии то есть комиссии биржевые растут потому что торговля активизируется. Мы прогнозируем, что повышенный уровень риска сохранится в обозримом будущем, исходя из менее определенной макроэкономической картины. Ну, то есть вот картина неопределенная, поэтому все мечутся, не знают, что делать. Ну вот, и что значит мечутся? Ну, как бы вот рынок идет как бы в боковом, значит, и там сильная волатильность, то есть, ну, соответственно, там выигрывают те, кто как раз играет на волатильности, то есть частые сделки. Сем и групп – это место, куда приходят, чтобы управлять рисками, увеличение рисков является ключевым драйвером торговых объемов со стороны инвесторов, желающих захеджировать риски. Ну, жутко умная фраза, в общем, сказать, не буду ее даже переводить. Вот, другим драйвером является миграция торговли деривативами и сырьем с ОТС рынка на более прозрачной эффективный биржевой электронный рынок. Сем и групп хорошо позиционирована, чтобы воспользоваться этими трендами на рынке. Можно выделить три основных конкурентных преимущества Сем и групп. Торговые площадки от Сем и групп обладают высокой ликвидностью и транспарентным ценообразованием. Широкая продуктовая линейка по всем основным классам активов позволяет эффективно управлять рисками и добиваться желаемого распределения активов. Надежность и безопасность сделок, это важно, определяется, достигается благодаря тому, что Сем и групп выступают в роли оператора, гарантирующего надлежащее исполнение сделок. То есть, это надежная платформа. Передовая торговая платформа Сем и Глобекс позволяет гибко вести торговлю практически 24 часа в день на протяжении торговой недели. Вот, собственно говоря, такая торговая идея. Сейчас я переключаюсь на биржевой терминал. Вот он, биржевой терминал КВИК. Вот здесь я в строку поиска ввел CME Group. Вот он. Вот графики цены и объема CME Group. Ну, вот где-то здесь у них рекомендация покупать ее. То есть, она доступна, эта бумага, на площадке SPB, которую, так сказать, доступ, ну, как бы предоставляет, ну, в частности, открытие брокер. Вот смотрим, стакан цен. И вот она, искомая цена 170.14. Вот она есть. Прямо сейчас мы можем поставить вот эту заявочку. Новая заявка. Посмотрим, есть у меня деньги или нет. Да, денег достаточно. 170 долларов, так, 170 долларов. Ну, давайте хотя бы две акции купим. Вот, я ставлю заявочку на покупку этой бумаги. Вот, пожалуйста, я поставил. Это площадка SPB, здесь ликвидность не такая высокая. Вот, ну, я поставил заявку, сработает, сработает, не сработает, нет. Вот такая инвестиционная идея поступила, вот, открытие брокера. Ну, судя по графику, давайте взглянем еще раз. Ну, сейчас она вот только начала, как бы, расти. Это четырехчасовой график. Давайте посмотрим график в другом масштабе. Вот здесь одна свеча, это день. Ну, опять же, вроде бы она начинает расти в начале роста. Но мне кажется, что это, ну, как бы, вот, более-менее разумно. Вот здесь недельный график, то есть на протяжении недели она падала, падала. Ну, и вот здесь явно, вот, отслеживается явно уровень поддержки снизу. То есть вот она в него уперлась, видите, да? Да, вот здесь вот такой же уровень был, ну, вот смотрите, с августа до конца сентября прошлого года. Она здесь уперлась, стояла-стояла, потом росла здорово, потом, начиная с ноября, падала. Это было, было общее падение индекса S&P 500, то есть, соответственно, она падала вместе со всем индексом. Сейчас индекс поднимается, ну, и вот недавно она только что упала достаточно сильно. Вот, когда она упала достаточно сильно, 3 марта, вот, ну, и сейчас ожидается, в общем сказать, отскок. Поэтому, ну, вполне может быть. Цена отсечки, сказано, 191 доллар. Это примерно вот здесь. Вот, ну, как бы, тоже вполне все разумно. Я надеюсь, что вы уже поставили мне лайк и подписались на мой канал. Если вы подписаны и у вас не стоит оповещение, так сказать, колокольчик, поставьте, пожалуйста. Ну, и напишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу этой инвестиции, как вы считаете, достаточно разумно или нет. Вот, ну, а на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Продолжение следует...